Качество и безопасность два главных принципа при работе с донорской кровью. Многоуровневую проверку проводят, используя самое современное оборудование. Все для того, чтобы свести к минимуму человеческий фактор. Наталья Цопина проследила путь кровяной плазмы от забора до холодильника. Доноры в центре крови главные люди, потому идут они от входа и до регистратуры по красной дорожке. В 9 утра регистратура многолюдна. Так бывает каждый день, говорят работники центра крови. Увы, но 10% потенциальных доноров сюда больше не вернутся, потому что не прошли проверку по федеральной базе. Там собрана вся информация из медучреждений. Это первый уровень безопасности от сев больных. После следующих этапов проверки до конечного потребителя не доходит 8% крови. Сюда поступает максимальное количество образцов, то есть абсолютно необследованная кровь, мы не знаем. То есть каждый образец воспринимается заведомо инфицированный, и уже здесь принимается решение, все-таки он инфицированный или нет. Тестируют самое современное оборудование. Например, в этой лаборатории делают полмиллиона различных анализов ежегодно на гепатиты, сифилис и ВИЧ. В соседней работают еще тщательней, уже с геномом вируса. И тоже по мировым стандартам. В современной медицине цельную кровь практически не используют, лишь ее компоненты. Здесь производят 20 наименований. В растворе эритроциты сверху плазма, вот верхний слой плазмы, он отделяется вот в этот пакет, эритроциты клетки вот в этот пакет со специальным взвешивающим раствором. Затем продукцию ждут в отделе контроля качества. Мы не считаем там остаточные клетки под микроскопом, как это делалось 20 лет назад. На сегодняшний день этим занимаются проточные цитометры, когда мы уже можем посчитать рецепторы на каждой из клетки, да, и таким образом сделать вывод о том, какие клетки, насколько они соответствуют заявленному качеству и техническому регламенту. В иммуногематологической лаборатории кровь донора проверяют на совместимость с кровью пациента. Такой глубокий анализ требуется лишь в крайних ситуациях, объясняют врачи. Отправка компонентов в медучреждение поставлена на поток. Это уже, видите, даже уже подписано, это в областную больницу, подготовленная, это вот хранится для второй Чикаловской. Запасы крови в центре большие. На сегодня область обеспечена, но останавливаться работу нельзя, подчеркивают медики. И вот даже те новогодние праздники, да, там 10 дней, мы выходили в середине 5-6-го и каждый год выходим, потому что для того, чтобы вот этот временной рамок сохранить, мы должны работать. Остановиться нельзя вообще ни на день. Это вот не стратегическая пара страны, чтобы, знаете, продукты питания, там, тушенку заложили в севера, и они лежат в случае войны сегодня. Это постоянный обменный фонд, который сегодня идет, потому что это живое, это клетки. Замороженная плазма может храниться три года. Срок жизни эритроцитосодержащих компонентов меньше полутора месяцев. А тромбоцитов и вовсе пять дней. Наталья Цопина, Антон Мамаев, Новость ОТС.